Не лучше, но и не хуже. Волонтер понимает, что свою роль здесь сыграло время. Мы упорно, усердно пытаемся жить с кошечкой из домашнего мини-приюта «Девять жизней». Хотя такая жизнь для подростка, котенка, это большее существование. Волонтер Влада не знает, насколько ей еще осталось. И хозяйка не знает, чем она может ей помочь, кроме того, что мы уже прошли. Каждое утро девушка просыпается ближе к пяти утра от того, что она просит кушать или лежит уже в мокрой пеленке. Когда молчит, девушка уже прислушивается, жива ли еще она. Продолжает колоть уколы, но это длительно все. На сегодняшний день у нас не лучше, но и не хуже. Она вышла из критического состояния, когда лежала тряпочка. Если бы Влада могла знать, что это конкретно и знать, чем ей помочь, мы бы не потеряли столько времени. По факту лечили то, чего не было. А ушло все в невралгию, поражение центральной нервной системы. Теперь, когда ребенок инвалид, она все понимает, ест по-своему и долго. Пока прожует, поклюет носом это все время. Ходит под себя, воду пить не хочет. Капает волонтер подкожно ее в холку. Сейчас нам нужны пеленки и мягких корм хотя бы. Везти в альфавет, ее обследовать на наличие ФИП, пока нет никакой финансовой возможности. А делать это нужно. Если получится у Влады заработать, повезет ее естественно. Животных много и проблем тоже. Сказать то, что она выбилась из сил, ничего не сказать. Нужны средства на еду, как обычно, на прочие хлопоты, которые догоняют друг друга. Говоруха моя. Говоруха моя. Ты что возмущаешься? Что за возмущение? А? Что такое? Что случилось? Комочек. Ты упуталась. Дочь. 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 Ты когда ногами пойдешь, а? Хорош лежать. Да. Вставай. Вставай. Давай, вставай потихонечку. Вот так мы лежим целый день. Да? Ножульками только двигаем. Дочь. Дочь. Дочь.